Первый канал раз за разом откровенно проваливается. Сначала «Голубой огонек», потом «Викинг», теперь вот отправка Юлии Самойловой на Евровидение будет раскалывать общество. Эрнст в агонии пытается набрать очки, однако, простите за жаргон, лажает. На что рассчитывает Эрнст, посылая Юлию Самойлову на Евровидение, и почему первый, уже не первый, своим экспертным мнением с накануня ТВ поделился политический консультант, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман. В принципе, идея неплохая, но, скажем, в Соединенных Государствах Америки ее довели до абсурда, когда, например, негров искусственно поддерживают на том основании, что их предки когда-то были рабами, и хотя с тех пор прошло уже много поколений, Кременные негры имеют достаточно возможностей для самостоятельного развития, но, тем не менее, им отдается явное предпочтение. Так вот, понятно, что Первый канал решил сыграть и на этом, направил туда человека, которому западные зрители уже летом при прочих равных условиях отдадут предпочтение. Кроме того, тут еще расчет на то, что даже террористы, захватившие Киев и его окрестности 22 февраля 2014 года, не рискнут учинять какие-то агрессивные действия по отношению к ней, поскольку в этом случае утратят последние остатки поддержки западного общественного мнения. Расчет расчетом, но главный вопрос, которым задается эксперт – зачем вообще участвовать в Евровидении? Это ведь уже не конкурс песен, это скорее арена для выяснения политических отношений. С конца 2016 года Первый канал стремительно теряет вес и рейтинги. Сначала ругались на голубой огонек, потом ругались из-за викинга. Еще и пусть говорят, подлили масло в огонь. Вот так Первый и уступил место по аудитории, и теперь уже не Первый. Эрнст пытается срочно набрать очки Евровидением, но бросается из огня до вполымя. Я не думаю, что Эрнст стал изменять вкус. Его представления об аудитории не меняются. Он по-прежнему сходит из принципа, который Богдан Титамир когда-то сформулировал двумя словами. People have it. То есть, что зрители имеют смысл давать самые низкопробные зрелища, они на это клюнут. То, что Первый канал утратил первое место по охвату зрительской аудитории, как раз и показывает, что сама аудитория меняется, а мнение Эрнста о ней остается прежним. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok